МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Чрезвычайная ситуация после ливневых дождей. Сегодня день памяти небесного покровителя Анапы. Расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в режиме селектора провел сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Вениамин Кондратьев. Предмет серьезного разговора – подтопление в результате ливневых дождей таких городов, как Краснодар, Сочи, Мостовского, Отрадненского и Лобинского районов. Сочинцы, встречающие поток воды, идущие с гор после проливного дождя на крышах домов. Затопленный аэропорт в Адлере. Автомобильные пробки и отсутствие возможности передвигаться по транспортным магистралям. Снимки затопленного Краснодара, по улицам которого передвигаются на лодках и скутерах, Кондратьев показал и прокомментировал фотографии с праведливым замечанием. Эта ситуация, поверьте, не первый раз повторяется. И из года в год повторяется, и месяц, июль у нас непростой. Но вот, что однозначно повторяется, но не должно повторяться, эта ситуация вот этими явлениями, которые называются, не работает ливневая, ливневая, не работает ливневая, не работают стоки, не работают еще какие-то вещи. Но почему они системно-то и они не работают? Я понимаю, природную погоду мы не можем каким-то образом скорректировать, но это там скорректировать может, это же в наших руках. Он подчеркнул, что мы всегда гордимся слаженными действиями МЧС, но мало что делаем для того, чтобы подобных ситуаций не возникало. Руководитель края сменил планы своей работы на 26 июня, желая лично побывать в районах, где бушевала стихия, предупредив всех руководителей городов и районов о плановом сбросе воды из Кубанского водохранилища, намеченного на 27 июня. В свои предположения о причинах подобной ситуации в Анапе в октябре 2014 года глава города попросил высказать Игоря Филимонова, который заметил, что во времена использования склонов Субсеха как территории сельскохозяйственного назначения был другим и водосток. Террасы шли в склоны на море, то есть вода, которая на Субсехском водосборе собиралась, она не доходила, фактически земли возделывались и не доходила она до города. В связи с тем, что началась застройка, появились улицы параллельные Субсехскому шоссе, то появились прямые стоки на город. В городе перехватывающих систем ливневых нет. Те, которые есть, сейчас как раз один из вопросов, вот я как раз проезжал тоже по многим местам, смотрел, когда ремонтировались дороги, восстанавливалось асфальтное покрытие, получилось так, что ливневые люки, они стали выше, чем сейчас дорожное полотно. Плюс, район Красной площади был сухим озером. То есть, это низина сегодня, она и была низиной, и там скапливалось большое количество воды, которое в город не шло. Сегодня проходной двор, все заасфальтировано, застроено, и поэтому вода потоком направляется в город. Глава города потребовал службы спасения быть особенно внимательными к местам первостепенного риска подтопления. Это СУКО. Это, на мой взгляд, это в первую очередь там, где мы можем получить серьезные последствия после схода воды сбора. То есть, сейчас, Владимир Владимирович, определяем опять же, возвращаемся к этим улицам. Мы должны четко знать, сколько у нас людей там находится, потому что сегодня там есть еще и отдыхающие, так? Куда мы их эвакуируем? Начальник управления гражданской обороны и защиты населения дал четкие пояснения, какие санатории, лагеря, отдыха готовы принять людей в СУКО и в других местах, где может возникнуть риск подтопления. Ситуация по распространению наркотических средств в Анапе снижена. Постоянная работа проводится не только силовиками, но и общественностью. Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии города. Это сегодня одна из наиболее опасных, серьезных общественных проблем. Прием наркотических веществ сопровождается как антисоциальным, антиобщественным поведением, так и прямым совершением преступлений для их добычи. И самая большая беда, которая может быть спрятана, конечно, в болезни. Деградация человека и его физическая смерть. Хочу сказать, что план в полном объеме выполняется. И проводимые мероприятия позволяют нам держать ситуацию под контролем. Хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы ситуация улучшалась более динамично. Показательные цифры озвучил заместитель начальника отдела наркоконтроля. В мае 2015 года в рамках проведения операции МАК сотрудниками отдела совместно с главой администрации Виноградного сельского округа на территории не обрабатываемого участка местности площадью 150 квадратных метров поселка Слово-Черкеский. Мы были выявлены часть произрастания дикорастущих конуплей. Уничтожено путем сжигания 364 куста дикорастущих конуплей. Общая масса 87 килограмм. По данным наркологического кабинета, в начале года в Анапе на учете стояло 628 человек. Сейчас их 570. Осуществляется профилактика наркомании среди подростков. Проводятся конкурсы, акции, соревнования, викторины, круглые столы. Только в этом году в Анапе состоялось 40 антинаркотических мероприятий, которые посетило 6000 молодых людей. Результаты комплексной работы, проводимой в муниципалитете, налицо. Но это отнюдь не повод снижать темпы работы. Я хочу в заключении сказать, что решения, которые мы принимаем, должны неукоснительно исполняться. И ход их исполнения должен контролироваться. Специалисты управления муниципального контроля в селе Витязево определили незаконно установленные торговые точки, столовую и батут. По решению межведомственной комиссии, объекты должны быть демонтированы. Но торговцы, надеясь на авось, продолжали работать. На заседании межведомственной комиссии 17 июня 2015 года было принято решение о сносе незаконно размещенных некапитальных конструкций. Информация была опубликована в СМИ. На объектах были наклеены информационные сообщения. Владельцам нелегальных павильонов на проспекте Южное кольцо Витязева необходимо было до 23 июня демонтировать некапитальные конструкции. Но, как часто это бывает, собственники сами не разобрали торговые объекты, а продолжали торговать. И лишь при виде муниципального контроля и техники стали выносить продукцию и оборудование. Управлением муниципального контроля по поручению главы города на основании межведомственной комиссии осуществлен демонтаж незаконно установленных торговых павильонов. Управлением муниципального контроля по поручению главы города на основании межведомственной комиссии осуществлен демонтаж незаконно установленных торговых павильонов. На бульваре Шардоне муниципальный контроль демонтировал столовую Ольга. Только владельцы батута сами освободили территорию общего пользования от нелегального аттракциона. Муниципальный контроль продолжает выявлять нелегальные торговые точки. Материалы по объектам будут направлены на рассмотрение межведомственной комиссии. В установленные сроки некапитальные конструкции пойдут под снос. В год 70-летия Великой Победы в хуторе «Рассвет» сегодня открыли аллею памяти. Ее посвятили всем погибшим на фронтах войны жителям хутора. 48 молодых парней из «Рассвета» ушли воевать. 26 человек домой так и не вернулись. У мемориала собрались ветераны, жители хутора, представители администрации города. Идея создания здесь аллеи памяти появилась давно. И вот долгожданное событие. Идея постановки здесь аллеи памяти или любого памятника была давным-давно. Потому что в каждом селе, в каждом населенном пункте, в каждом городе надо иметь такие памятники, которые бы воспитывали молодежь в будущем для уважения старших. И хранить историческую память не только страны, каждого человека, каждого государства, каждого села. Раньше на этом месте был пустырь. В планах организовать парк, установить скамейки и спортивные тренажеры. Аллею памяти создавали сотрудники компании «Саутстрим Транспорт». Работы проводили два месяца. Специалисты разработали специальный план озеленения участка. Все растения, которые посажены на территории, будут расцветать именно ко Дню Победы. Продумывали все до мелочей и дизайнеры. Остановились на том, что будет долговечно, что будет отражать действительно символику памяти о великих этих годах, памяти о тех, кто ушел, кто не вернулся. Ветеран Великой Отечественной Иван Карабак попал на войну в 42-м году со всем юным мальчишкой. Ему не было еще и 16-ти. Военные шаги начинал в горячем ключе. Победу встретил под Ригой. Без слез Иван Степанович то время вспоминать не может. «Стреляли, кричали. Сколько радости было. Очень много. Ну, все равно. После победы еще некоторые остались там. Еще мы до 20-го мая стреляли». В завершении митинга к мемориалу возложили цветы. Аллея памяти в хуторе «Рассвет» напоминает всем о том, что никто не забыт, ничто не забыто. В день памяти преподобного Ануфрия Великого свой престольный праздник отмечает Свято-Ануфриевский храм Анапы. Праздничную литургию в нем провел епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. В торжествах принял участие глава города-курорта Сергей Сергеев. Сегодня в день памяти преподобного Ануфрия Великого свой престольный праздник отмечает Свято-Ануфриевский храм Анапы. Праздничную литургию в нем провел епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. В торжествах принял участие глава города-курорта Сергей Сергеев. После утренней литургии, молебна и крестного хода феогност пожелал прихожанам, чтобы Ануфрий Великий укрепил нас своими молитвами. Также он вручил главе города благодарственное письмо за содействие в организации поездки хора духовенства Новороссийской епархии на фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы. Сегодня идет возрождение духовности. Если мы не будем строить обители души, если мы не будем верить, то к чему нас призывает наша вера, христианская вера, то ничего хорошего нас не ждет. Глава города отметил, что за последние два года немалые средства вложены в строительство храма в Виноградном. И вот сейчас в поселок приходит собственник, который выкупил долги крупного сельхозпредприятия и намерен развивать виноградарство, создавать новые рабочие места. Это словно знак признательности свыше за благое дело. Давайте помнить о том, что мы живем на той земле, в которой в нашем береге обильно болели кровь. Для того, чтобы мы жили и творили на этой земле только благое дело. Я поздравляю вас с праздником. Замечательным подарком для всех прихожан стал небольшой, но очень трогательный концерт юных воспитанников Анапской воскресной школы, которые прочитали стихи о преподобном Ануфре Великом, являющемся небесным покровителем Анапы, а также спели о любви к нашей родине России. Кубанские школьники устроили стрельбу, но в спортивных целях. В Анапе подростки сдавали нормы ГТО. На праздники спорта побывала и наша съемочная группа. Региональный этап первого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» собрал школьников со всей Кубани. 27 команд из 19 районов края. Как и любое физическое мероприятие, он ставит перед собой целью оздоровления детей, и привлечения к регулярным занятиям спортом. Участвуют ребята, показавшие лучшие результаты по итогам муниципального этапа фестиваля. В торжественной церемонии открытия в спортивном комплексе «Рай» приняли участие представители администрации города-курорта, Министерство по физической культуре и спорту, а также Министерство образования Краснодарского края. Здесь мы отбираем сборную команду Краснодарского края. Это будет 80 спортсменов, которые будут представлены на Всероссийском фестивале ГТО. Это вообще первое соревнование. До этого мы проводили в тестовом режиме, еще не знают, что такое ГТО. И мы пробовали три спортивных школ. То есть у нас были первые пробы, пера. А сейчас у нас совместно два ведомства, Министерство спорта и Министерство образования, проводят уже официальное соревнование. Пока сдача норм ГТО – эксперимент. Краснодарский край стал одним из 12 регионов, где начинают возрождать эту спортивную традицию. Подтягивания, отжимания, прыжки в длину, стрельба из винтовки – это еще не весь список норм для сдачи их на значок ГТО. Отстреляли довольно неплохо. Объясняли нам очень так красочно. И впечатления от стрельбы были очень такие хорошие. Я очень люблю спорт вообще. Я сама занималась везде. И у меня вот просто положительные эмоции только. На закрытии фестиваля объявили результаты. Участники анапской команды заработали три медали – первое, второе и третье место. По итогам соревнований лучшие представят Кубань на всероссийском этапе, который пройдет с 23 по 29 августа в Белгороде. И, возможно, кто-то из кубанских спортсменов вернется на родину золотым значком отличия. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В пятницу, 26 июня, в Анапе солнечное ясно. Температура воздуха днем плюс 22-24, ночью до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 140. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова